В актаунзале Пензенского государственного университета непривычно многолюдно. За время пандемии здесь уже отвыкли от таких массовых встреч. Под серьезные выборы ректора. Судьбу вуза на ближайшие годы решают 249 делегатов из числа преподавателей, сотрудников и студентов. Я, наверное, выражу какую-то общую позицию очень многих людей, насколько я знаю. Потому что действительно есть очень достойные кандидаты. И, в общем-то, наверное, здесь действительно тот случай, когда совпадают и желания, и возможности, и наша поддержка. В финальном этапе выборов каждый из кандидатов должен был представить свою программу развития учреждения. Всего за кресло ректора вуза боролись двое – кандидат юридических наук Александр Гуликов и доктор технических наук Геннадий Козлов. Мое понимание ситуации такое, что надо обеспечить неизменность курса, двигаться к курсам развития с учетом сложившейся конкретной ситуации. В нынешней ситуации, в условиях, когда нормативная база динамично меняется, условия меняются динамично, очень важной и серьезной задачей является именно сохранение тех ориентиров в развитии вуза, которые у нас сформированы. У нас достаточное количество программ развития, которые реализуются и в ближайшей перспективе. За плечами Александра Гуликова уже около семи лет на должности ректора университета. За это время учебному заведению удалось сохранить лидерство среди вузов региона. Ежегодно сюда поступает тысяча абитуриентов. Это солидный вклад в подготовку специалистов для Пензенской области и страны в целом. Большое внимание уделяется инклюзивному образованию, однако впереди не менее амбициозные планы. «Сохранить динамику устойчивого развития. Я подчеркиваю, устойчивого развития. Рывком достичь какого-то результата, особо усиление. Что дальше? Поэтому в моем представлении, я думаю, что это и наука, управление трактуем, что мы не только должны достичь успеха, но закрепить ее и развить дальше. Для этого нужна четкая работа внутри комитета». По результатам тайного голосования ректором университета вновь был избран Александр Гуликов. За его кандидатуру проголосовали 205 человек.